Школьникам, имеющим право на бесплатное питание, начали выдавать продуктовые наборы. По распоряжению властей Подмосковья, такая мера социальной поддержки действует в период вынужденных каникул. Наша съемочная группа побывала в лицее номер 42. Как происходит выдача продуктов в следующем сюжете. Каиле, фрукты, макаронные зелия, манка. Все то, чем кормят в школьной столовой. Только обедать придется не в компании одноклассников, а дома в кругу семьи. В 42-м лице приготовили 263 продуктовых набора. Именно столько детей-льготников получают здесь знания. Наборы практически не отличаются, потому что ценовая категория, она разная для детей, которые получают бесплатно завтрак и обед, или которые получают только бесплатно обед. Но ненамного меньше у той льготной категории, которая получает только обед. Все пакеты были сформированы в зависимости от той численности, которая у нас была заявлена. Право получить продуктовый набор имеют только родители и школьников. Семьям, где их несколько, выдают один пакет на одного ребенка. Это очень хороший мера поддержки. С того, что выходить нельзя, тут получил и дома. Спасибо большое. Воспользоваться разовой и адресной помощью могут многодетные семьи. Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также родители школьников, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Луизей Гязырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.